И вот это я сейчас возьму, это все, сейчас я порежу, сейчас подождите секундочку, сейчас я порежу, а потом перебью салом и эту петрушечку, будет то, что надо, сейчас я вам все покажу. Конечно, капустняк я люблю на ребрышках, на свиных, на говядинке не очень, я люблю ребра свиные, все с них делать, и жаркое, и ну все, абсолютно, и даже шашлыки я люблю с ребер делать, вкуснятина. Ну еще, я уже забыла, когда делали шашлык, потому что то коронавирус, то война нет, настроение, какое настроение, когда сегодня больше трех часов была сирена, а ночью ракету сбили опять у нас в Днепре. Вот видите, как я делаю, вот старое сальцо, но вы даже не представляете, кто никогда это ни фукать, ни мукать, ничего, это, это то, что надо. У меня тетка, царство ей небесное, мама, она сестра родная, так она даже в плов ложила, и она мне рассказывала, говорит, я так смеялась, а, говорит, были у нее какие-то там посиделки, ну и баб, ну она тоже, какого она, 40-го года тоже царство небесное, вот, и говорит, сделала плов, она очень вкусно тоже готовила всегда, ну, всегда много и всего, и, говорит, сделала, решила плов сделать, с ребра, там и ребро, и ошеек, и все, и она, говорит, и обязательно же кусочек старого сала. Потом ей все говорили, Динка, что ты туда положила, у тебя плов какой-то необыкновенный, никто нигде мы такого не ели, ну она им рассказала рецепт, делают, ну она же не сказала за старое сало, вот. А я как-то одному дедушке, ну, жил напротив меня, я у него убирала, ну, помогала, зарабатывала деньги, он умер тоже, царство небесное. Короче, и я к нему каждую, ну, каждую пятницу ходила, неделя у нас был суп, неделя у нас был борщ, и вот я с собой брала с дому фартушек, как золушка с иголками ходила, а я со старым салом кусочек брала, и он же не смотрит, как я кушать готовлю, вот борщ, и он сразу обедал, 12 часов, 12 до часа, он бывший военный, у него был обед, вот. И это, и вот он мне говорит, боже, ну, что вы в борщ, у вас такой борщ вкусный, необыкновенный, я нигде такого борща еще не ел, а я говорю, борщ как борщ, ну, я говорю, откуда я знаю, он говорит, ой, как вы вкусно все готовите, а я очень обожаю кушать, готовить, не так себе, чтобы покушать, ну, как накормить кого-то, а сейчас некому, некого кормить, вот сейчас сестра придет с работы, покушаем-то она себе наберет, пластиковая он ведерочка, с подсоленью вот эти ведерки, что помидоры, огурцы, я ей туда налью, и вперед с песнями. Вот я теперь иду, сейчас все неудобно, сейчас я вам покажу, чтобы вы не думали, что я врушу, я вам потом покажу это и сало, ну, самое лучшее покупать внутренний жир, сдор, это у нас на Украине, кто будет смотреть откуда-то, лучше его, а он мягенький, и вот это вот на 2-3 месяца куда-нибудь на шкаф, я вот так вот пергаментную бумагу, и где-то вот так на полку, вот так где-то закину, и пусть лежит, ждет своего, и оно у меня не выбывает, я столько много уже людей приучила, потому что вкусненько, даже покупала сало, вот, и дома сама состаривала, и приносила, или же приносила свежее, посоленное уже в бумаге, все, и говорила, закидывайте куда хотите, на несколько месяцев вы забывайте, вот капустняк, если бы вы сейчас понюхали запах этот, это знаете что, как домашней колбаской пахнет, или вкусным холодцом, вот сало кидаешь, совсем другой вкус, как пахучее масло, если оно хорошее, хоть духайся им, как я говорю, как французские духи, вот это так, сейчас вкус капустняка, вы поняли, укропа нету, а вы знаете, я укропы не очень люблю, я больше люблю, сельдерей люблю, моя бабушка всегда сельдерей кидала в борщ, ну вот капустняки, в рассольники, в такие эти самые, только в пучках, как петрушка, а я вон купила, вот, в стебле купила, вот, и вот я сегодня три стебелька сюда кинула, вкуснятина, будет, я думаю, нет, я не думаю, я уверена, мне думать даже не надо, вот капустнячок, вот такой, ну посмотрим, что тут будет с капустой, шинцо тут все, я думаю, капустняк все умеют варить, все, ну тут у меня сальца, такое вкусное у нас в магазинах продается, по 170 гривен, оно сделано, как прессованное, и оно все с прорезью, как курятинка, беленькое мяско, такое оно тоненькое, оно как, ну пресс, вот вкусное, вкуснее, чем вот у нас, ну на базаре у нас купишь, а милки взяла, тоже, сейчас туда в дом пойдем, это мы тут в кухне, я в кухне с собаками, в кухне, вон они бесятся, ну, идите на видео, на вас люди смотрят, просмотры хорошие, только что я им колбаску давала, и курочку резала, кидала им, и что вы еще, а печенька не давала, сын сказал, печенька вам нельзя, Саши сказал, печенька нельзя, а вчера, как они танцевали, я тут смело говорю, господи, хоть вы мне только и сейчас радость доставляете, ну потанцуйте, дикуська, я им вчера сыганочку, ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля, под стола выходите, дикуся, малыш, вот сюда идите, сюда, иди сюда, дай лапку, дай маме лапку, дай маме лапку, он такой хорошенький, и малышочек, только они сильно балованы, они все во дворе грызут, тягают какие-то непонятно, мусор какой-то, чей откапают, чей где вы его берете, господи, на улицу, никуда не выбегают, идите сюда, мне неудобно так снимать, давайте, ню, ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля, малыш, дик, ой, хорошие мои, так вот-то жалко, этот был малышочек с приюта, а дикусечку, дикусечка, иди сюда, А дикусечку на трассу вывезли в 50-градусную жару и оставили. Без воды, без еды, и нигде нету людей, никого не было, ни одного домика, да, дикусечка? А его подобрали мне, сюда принесли, я с удовольствием. Я, малисётик, я. Ну ладно, сейчас уже придёт сестра. Ну, малыш. Ля-лю-ля-лю-ля-ля-лю-ля-лю-ля-ля-лю-ля-ля-лю-ля-лю-ля-ля-лю-ля-ля-ля-лю-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Ладно, в общем, за капучняк. Кто хочет салом старым пользоваться, пожалуйста, кругом можно его, кругом. Чуть-чуть, и никто не поймёт, он уже, дикусечка, там у меня маленький от дивана вот это, ну, от дивана, вот такие раскладные диваны, вот этот, ну, вот эта, пристройка от дивана, короче. А мы сюда ее в кухню, это самое, не так себе лежать, как он собаки. Я тут не лежу, я в комнате. А сейчас в доме холодно, у нас тут старое АГВ, мы его не включаем. Ну а что отапливать, дом мы тут же не живем. Вот, не включаем. Да, дикусечка, малый сётик. Окошко у меня маленькое, тут маленькое окошко, вон там ванна. Все, все я вам рассказала. Вон кипит мой капустнячок, сейчас посмотрим на него еще раз. Такой вкусный, вы даже себе не представляете. Сейчас нарежу салка тоненько, посыплю его перчиком, полью уксусик немножко сверху, вкуснятина. Черный хлебушек я покупаю с изюмом, вкусно. Вкуснятина. Хочется, не знаю, голубцов, недавно делала капуста плохая. Сейчас, чтобы сделать голубцы, дефицит капуста хорошая, дубовая вся. Не скрутишь эти голубцы, а если скрутишь, она все равно какая-то невкусная. В общем, завтра, может, где-то достану капусты. Да, дикусечка, малышечек, да? Ну, давайте, я уже, ведь, уже не буду снимать, сейчас понесу в дом уже капустняк. И вам тоже, но они не едят. Они не голодные, им колбаски дала сегодня. Они пол палки колбасы влупили, да? Даже не съели, там два с половиной кружочка осталось, а корм едят. Сын купил 10 килограмм. Ну, уже не заканчивают, но уже больше половины скушали. Все, такие новости. Буду готовить что-то, я очень люблю готовить. Только я не знаю, как надо телефон куда ставить, чтобы снимать все. Чтобы удобно было, чтобы руки были свободны и снимать. Все, до свидания.